Всем привет! Всем доброе утро! Утро у нас началось с того, что мы, в общем-то, позавтракали. Ну и у нас, конечно же, как правильно сказать, совершенно нежданно-негаданно произошли изменения у нас дома. То есть у нас теперь есть новый член семьи, от которого я так долго-долго отнекивалась и не хотела. И, собственно говоря, что получилось, то получилось. В общем-то, смотрите. У нас теперь... Луня! Луня! Появилась и киса. Вот она, такая красавица. Какая красавица. Ой, как это произошло, это просто, знаете, рассказать не поверите. В общем, позавчера Гоша ушел гулять вечером. Уже прошел дождь, он попросился на улицу у меня. Да, конечно. Ах ты, злюка. В общем, попросился на улицу и прибежал. И прибежал с киской домой. Подобрал он ее. В общем, подобрал он ее в подъезде. Прибежал и говорит, что мама, я принес киску и она будет жить теперь у нас. Что? Что я сказала? Какая киска? Ну, в общем-то, вышла я в коридор и увидела то, что увидела. Киска замурчала. Все такая ласковая, добрая. Ну, как-то я не знаю. Когда я ее, знаете, погладила, и я поняла, что она еще и беременна. Так. И вы знаете, я, конечно, была в такой растерянности. Я, ну, просто у меня рука не поднялась. Выгнать ее назад в подъезд я как-то, знаете... Ну, вот как есть. Можно осуждать, можно не осуждать. Как есть, так и есть. Вот как случилось. Ну, мы ее оставили. Ну, мы, конечно же, ждали вот эти дни, да, что вдруг объявление кто-то на подъезд напишет, что потерялась кошка, да, там, ну, верните там. Ну, конечно, может быть... Да, не то, чтобы, может быть, мы, наверное, бы вернули бы, конечно, кошку бы. Ну, никто не ищет, никто не спрашивает. Я не знаю, откуда она убежала вообще. Ну, факт тот, что кошка все-таки домашняя, потому что она не ест, что попало. Она, в общем, этот вечер, когда мы ее взяли, ну, точнее, Гоша принес, она ничего не стала есть. А утром она полакала молоко, и тут Маша стала пить кофейный напиток такой в этом, в шелестящем таком пакетике. Она прибежала и лапами прямо на гарнитуру так вот услышала, что вот когда открываешь корм и... Ну, то есть... Вот. Ну, и Ваня сходил в магазин, конечно же, и она поела с удовольствием, еще поела, еще. И мы ждали вот эти дни, вот несколько дней, потому что стоял у нас лоток, потому что мы в прошлый раз же хотели все-таки кошку взять, и так и не взяли. У нас все было куплено, так и осталось. Но в туалет она, так знаете, заходит, поскребет по лотку, и как бы ничего и нету. А здесь, конечно, сегодня я обнаружила, где она сходила в туалет, а сходила она в туалет вот сюда. В общем, где у нас мусорное ведро, я открыла. И там прямо пошел запах, она туда и так, и сяк сходила, в общем-то. Ну, сейчас мы все промыли, хлоркой прям промыли. Потом она в лоток сходила. Да, потом я ее взяла маленько, как носом так потыкала. Ну, и взяла ватку, и прям вот эту мочу, прям в лоток так помазали мы. И я ее в туалет, в общем, так вот мордочкой, чтобы она понимала, и она тут же следом прям села на лоток и пописала. Ну, вот пока не знаю, как дальше будет. Будет ли еще какие-то у нее такие, конечно, неприятные нюансы, да, кангузы такие. Ну, вот как-то так. Так, здесь мы менять будем постели, все поснимали, в общем-то, будем сегодня убираться, наводить порядок дома. Собака мне пришла. Ну, и, конечно, она маленькая еще, видать, не так давно от титьки отнятая, да, потому что она любую вот такую вот плед, она ложится и прям начинает лапками перебирать и насасывать это все, вот понимаете. Да. Все, не буду эту же вот трогать. Все, отпусти ее. Все, давай, наводим порядок. Так, ну что, хочу быстренько сейчас сделать маску. Тут я потерла бананчик, так на терочке, и добавила сметанку. В общем-то, вот такая будет маска. Маска хорошо, конечно, еще мне нравится. Я вчера делала маску такую, брала банан, и немножко сливочного масла прям разогрела в этом микроволновке и прям тоже очень классно увлажняет, питает лицо и просто супер. А сегодня вот решила вот именно вот так. Буду пальцами носить. В такую маску можно под глазки, чтобы у глазки у нас тоже вот здесь кожица тоненькая, она будет питать, увлажнять хорошо. вот так. Так что вот так, девчонки, как получилось, так получилось. В общем, ребенок принес и ну, выкинуть ее в подъезд и потом ходить мимо как-то. Я не знаю, вот как-то вот так получилось. я просто... Ну, пока вот вроде бы Маша нормально реагирует, ни аллергии, ничего нету. То есть, если мы в прошлый раз брали кота, ну, это давно уже было, она еще Маша маленькая была, и у Маши, конечно, тут сразу была факт на лицо, да. но здесь пока никак не проявляется, пока не знаю. Пока... Хотя, знаете, у нас практически всегда в эти дни были закрыты окна. Ну, так иногда на проветривание открываю, потому что у нас жутко на улице холодно. Холодно, дожди. Я вот сегодня постирала, вывесила на балкон, ну, не знаю. Пока вроде бы дождя нету. Ночью был дождь, потому что все было утром мокро. Вот. Ну, а сейчас пока думаю, дождя нету, пускай хоть маленько его обдует ветром. Вот. Так что у нас теперь новые жители. Конечно, меня вот что как бы напрягает, это, конечно, что она беременная. Надо, конечно, следить, чтобы нигде она не окатилась в таких местах. Ну, я в зале закрываю двери у себя. Ну, здесь, в принципе, она у нас на глазах. Спит она у Вани на кровати или на подоконнике. Ну, и утром она уже, в общем-то, встает и начинает ходьбу. У меня Саша ведь встает каждый день на работу рано, и вот она начинает ходьбу, она начинает по всем ходить, по всем кроватям, по нам прям брыкать громко-громко. Будет, в общем, у нас вставайте, говорит. Ну, пока вот как-то так. Вот. Конечно, кошка была такая очень-очень сильно голодная она, конечно, была. Она еще до сих пор, знаете, вот так вот подходит и прям часто. Ну, за счет того, что, конечно, она еще и беременная, видать, она прям ест. Ну, не ест, она прям очень так вот, прям много, чтобы прям есть-есть и все съесть. она подойдет, покушает, уходит, подойдет, покушает, уходит. Ну, вот купили жидкий корм, ей сегодня отварила гречку и прям с гречкой перемешала полпачки корма. Вот она вот поела вот уже, еще немножко не доела, пьет водичку, пьет молочко, сухой корм купили мы. Вчера я ей взяла прям жидкий корм и чуть-чуть хлебушка покрошила, мякушку и прям перемешала. Но вообще она очень, это прям очень с жадностью съела. Это получается вчера первый день, когда она стала есть у нас. Вот. И потом я ей сделала, у меня было спагетти с фаршем сделано, типа как по-флотски. Тоже я ей положила и немножко корма вот этого жидкого тоже она хорошо поела. Ну, то есть как-то так. Вот. Вот. Так, девчонки, как есть, так есть. На улицу мне ее жалко выкинуть, потому что, ну, не знаю, жалко и все. Ну, вот, конечно, хотелось бы, чтобы она научилась ходить в туалет уже, да, на лоток. Уже раз сходила, получается, ну, пускай, думаю, там и все, говорю, хлоркой промыли, прям на таблетке белизна хлорка вот прям покупала в светофоре. Вот. Сегодня прям хочу тоже полы помыть. Вот как-то так, друзья. я. I remember the days always at the same place the same people every day I will never forget this black old crevette standing in front of my way We were both in high school I thought I was a fool Oh, when I was falling for you Oh, yeah You keep drawing me in and I know it's a sin But even so, yeah I need you You, you, you You taste like candy Eat you on a Sunday Feels so bittersweet Knowing I can leave You taste like candy Eat you on a Sunday I can feel the beat All my heart in peace Cause you taste like candy Cause you taste like candy 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 I remember the night When you kissed me goodbye And I said I'd be just fine And I said I'd be just fine The next day you were gone But you caught in the storm But looking back I still want you You, you, you You taste like candy Eat you on a Sunday Feel so bittersweet Knowing I can leave You taste like candy Eat you on a Sunday I can feel the beat All my heart in peace Cause you taste like candy I can feel the heat You taste like candy Macken One حysic Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь на кухне все помыла. В коридоре все помыла. Маша помыла у себя в комнате. Так, тапки не скинула. В общем, помыла у мальчишек в комнате. Мне единственное осталось только заправить постельное белье мальчишкам. Все. Здесь кошки везде все понастелили. Там она не спит. Это все надо убрать. Спит она на подоконнике. И то постелили одеяло. Она на нем, видимо, не хочет спать. И не ложится. Надо это все поубирать. В общем, просто на подоконнике спит. А так не хочет. Принцесса наша. Опять сейчас выспится, а вечером будет гонять. Ох ты, лежебока. Де, мульти что ли? Ты что замультиала? Ой, все такое. Чуть девочка наша. Луня наша. Что? Спать мешаю я тебе? Иди на подоконник свой. Иди. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, котлеты первая партия у меня пожарились. Парились. Все. Сейчас уже скоро Саша приедет с работы. Так что, успела, так скажем. Так. Следующую партию закидываем. Уже. Парни по китайским. Так. Парни по китайским. Так. Не нравится. Да. так ну что я вышла на балкон посмотреть высохло для белье практически уже сухое прям ну еще наверное часика все у меня уже стирка постиралась я наверное дождусь пока высохнет потому что ну еще мне кажется чуть-чуть и все это прям очень хорошо посохло кажется вот ну и потом повешу вроде бы маленько у нас так распогодилось но это ненадолго потому что обещают дожди 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 вот там у меня котлетки жарятся какие тут и облака облака там у нас есть и облака ну и такая легкая конечно прохлада ощущается так ладно жду пока подсохнет и еще раз развешаю вот там у меня немножко правда ну все же ладно пойдем смотреть своими котлеты что там с ними все таки я знаете сейчас пока шла решила наверное все таки я повешу расставлю сейчас сушилку в коридоре и наверное повешу и белье потому что сейчас пока подсохнет немножко и потом вешать смысла нету потому что ночью вероятно будет дождь и лучше уж пускай дома наверное сохнет наверное так я не знаю как правильно поступить потому что если на балкон повешать то балкон же ведь не застекленный потом нужно будет это все переполаскивать равно дождь залетит ладно сейчас наверное все таки дома буду вешать